итак доброе утро дорогие друзья доброе утро мы после пурима как раз после пурима вчера был в иерусалиме шушан пурим это называется пурим в городах обнесенных стеной и мы как раз изучаем новую книгу новую книгу начали книгу хаффетс кайма которая называется шмира талашон сохранение языка мы сейчас будем изучать как говорится в торе что жизнь и смерть накончите языка и тот кто сохраняет пив выложено сохраняющий рот и свой язык шумер митцарот на вшо он сохраняет от неприятностей свою душу и так как все наши достижения вообще все достижения человека вся его жизнь она связана с его речью то мы сейчас как раз и будем изучать это самая известная самая глубокая книга в торе которая говорит только и исключительно видите вся вот эта книга вот такой толщины видите она в течение года есть ежедневные уроки она прямо разбита на части и мы будем изучать изучать именно нюансы 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 злоязычия да есть такой грех главный грех это лошонарат злой язык и мы будем с ним бороться а когда человек начинает внимательно внимательно относиться к своей речи и правильно разговаривать и тут конечно у него в жизни все все исправится все улучшится то есть это самое главное теперь мы дошли сейчас мы читаем агдама предисловия и я буду переводить и объяснять как я это понимаю когда ты учишь и объясняешь что сам лучше запоминаешь я уже только вот я сегодня к уроку чуть готовился я прям уже почувствовал позитивные изменения в своей жизни сразу же стал более внимательно говорить говорить и мне стало сразу стыдно за то что говорил вчера я оказывается за один день сделал столько ошибок что просто удивительно как можно за один день сделать столько ошибок и мне вот становится понятным если несколько знакомых которые вот но замечательные люди замечательные люди стараются соблюдать заповеди верующие очень сильно верующие и у них в жизни очень много проблем и неприятностей и я понимаю откуда это вот сейчас мы узнаем почему именно речь это источник всего и если чек нарушает законы лошонара то понятное дело что у него могут быть в жизни большие неприятности и так значит то объясняет хавицхайм хавицхайм это автор этой книги когда он говорит мы начнем внимательно рассматривать свои пути исследовать вообще какие грехи мы делаем да то говорит мы увидим мы увидим что за грех вот этот злоязычие вообще это продолжается галут продолжается изгнание то есть был разрушен второй храм иерусалимский за грех беспричинная ненависть друг другу но беспричинная ненависть друг другу она выражается в том что человек начали себе рассказывает о других гадости а потом вслух другим рассказывает о них же гадости то есть вот это лошонара это как раз то за что был разрушен второй храм теперь значит и он объясняет это самый главный грех за который был разрушен храм или еврейский народ был изгнан из израиля за грех злоязычия еще он говорит следующую вещь что есть еще одна очень важная вещь смотрите когда бог вывел евреевский народ из египта это было 3300 лет назад дал тору и потом они должны были сторой зайти в землю израиля и когда они подошли к земле израиля вот они прям подошли к земле израиля то народ подошел к маша рабы но говорят давай послём разведчиков маша рабы но говорит давайте хорошо послаем разведчиков выбрали от 12 колен по одному разведчику и пошли они исследовать землю 40 дней они ходили следовали землю израиля и через 40 дней они вернулись двое из них и ушел бен-нун и второго звали калиф бен-и-фуне они сказали но отличная земля отличная земля значит мы всевышний с нами сейчас мы ее зайдем все мы пришли земля это называется эрес зават халавуд ваш земля текущая молоком и медом а 10 остальных разведчиков что сказали они говорят смотрите пришли мы в эту землю видим похороны значит они сделали вывод земля съедает своих жителей это очень опасная земля а а мы-то знаем на самом деле что всевышний чтобы их не замечали делал так что те города по которым они проходили были похороны и все люди собирались на эти похороны и на них особо не обращали внимание думали что может ну пришли на похороны с другого города то есть но они смотрели на то же самое событие и они давали какую интерпретацию это вот называется лошонара злоязычие они говорят земля съедает своих жителей люди здесь умирают с одной стороны это правда но с другой стороны это плохая это такая правда черненькая дальше они говорят и вы знаете они говорят жители этой земли они они такие сильные они богатыри которое было видно что то что они сказали это лошонара они сказали мы в глазах местных жителей как муравьи откуда ты знаешь какой ты в глазах у другого человека то есть ты же только можешь предполагать но вот из-за того что они сказали вот этот лошонара грех за языче на землю израиля все люди послушали и опять же было двое это калиф бен афуне и шо бенун они сказали мы победим мошера бейну его брата арон первосвященник сказали мы победим мы зайдем землю израиля 10 этих разведчиков что они сказали они сказали не зайдем и теперь у каждого у народа был выбор был выбор кому верить верите злоязычею или верить словам таким вот надежды и мотивационных народ поверил вот этим вот понять не понятером а тем которые разведчики мираглим которые сказали что мы не зайдем и все начали плакать начали все плакать он мы не зайдем зачем мы вышли из египта и наверное это бог нас вывел чтобы уничтожить то есть они тоже себе начали рассказывать что все будет плохо всевышний сказал нет говорит все вы в землю израиля не зайдете значит еще раз они поверили они поверили в вот это злоязычие и из-за этого весь народ израиля повернули обратно в пустыню на 40 лет всевышний сказал что вот это я не прощу вы плакали без причины сказал всевышний этот день был 9 ава и он говорит вы сейчас плакали без причины у вас не было никакой причины плакать вы сами себе понапридумывали вот эту причину вы сами себе порассказывали вот эти сказки поверили этим плохим сказкам и так далее теперь так как у вас сейчас не было причины что плакать а вы плакали то теперь вот в этот день на вас всегда будет раздача идти 9 ава и это день стал днем скорби, они каждый год умирали 9-го ава, те, которые были в пустыне в этот день, они умирали, и потом 9-го ава был разрушен 1-й Иерусалимский храм и 2-й Иерусалимский храм то есть здесь говорит нам Хафетсхайм что в, получается что из-за греха злоязычия значит и евреи не зашли тогда народ Израиля не зашел в землю Израиля дальше он продолжает еще написано в Медраше, там есть такие книги называется Медраж, это устные предания написано в Медраше, что сказал Всевышний, сказал Всевышний в этом мире в этом мире из-за того, что между ними есть злоязычие, между сынами Израиля между народом Израиля Силактишхина Мебенеем я убрал свое божественное присутствие от них убрал божественное присутствие от них за что? за злоязычие, представляете? и дальше еще кроме этого он говорит значит, есть в Торе вы прямо в книге Дворим можете открыть книга Дворим отрывок Кавзайн и отрывок Кавдалет там написано так Арур Макэ Рео Басета значит, когда Бне Исраиль стояли на гора Гризим и гора Иваль они стояли на двух горах и там были благословения и были проклятия и одно из проклятий звучало так проклят бьющий ближнего втайне значит что такое бьющий ближнего втайне что значит проклят бьющий ближнего втайне объясняет наши мудрецы Раша конкретно объясняют что значит бьющий ближнего втайне это тот, кто говорит на ближнего плохие вещи тот, кто на него говорит плохие вещи получается что он как будто бы втайне его бьет и это проклятие в Торе прямо, представляете? Это страшная вещь То есть человек, который говорит на другого Плохие вещи в тайне Есть в Торе проклятие на него Это ужасно Теперь дальше он говорит Еще почему важно заниматься вот этими законами Лошонара и знать точно, что такое злоязычие Он говорит, что Есть Ну вообще в таких уже книгах Как Зоар, как книги по Кабале Что тот, кто говорит Лошонара, тот, кто говорит злоязычие Он как будто бы Он отрицает основу То есть он отрицает Всевышнего Значит Ужасная вещь Казалось бы, что человек сказал Про другого гадость Причем интересно, мы дальше будем разбирать, что такое Лошонара Многие думают, что Лошонара Это когда ты говоришь про другого неправду Нет, это другое совсем Когда ты говоришь неправду, это называется Амоция Шемра, это ты на него Как наводишь плохое имя А Лошонара, злоязычие Это когда ты говоришь правду Слова, позорящие другого человека И приносящие ему ущерб И это правда Представляете Я наблюдал Я сейчас вот Несколько Таких могу рассказать Чтобы у нас до 10-20 Сейчас сколько у нас времени Я сейчас стараюсь по 20 минут Значит Могу рассказать одну Одну очень историю Из моей жизни Да Как люди Да, зачем одну историю Я расскажу много историй Из моей жизни Как происходят обычно ссоры Ссоры обычно происходят Когда между, например, мужем и женой Начинается ссора Например, с простой вещи Она говорит ему Ты Значит Вынеси мусор Например, она ему говорит Да, давайте разберем Как работает Лошонара Она ему говорит Вынеси мусор Он говорит Сейчас вынесу Пока нет Лошонары То есть она ему говорит Вынеси мусор Он говорит Сейчас вынесу После этого она ему говорит Смотри Ты Мусор никогда не выносишь Это уже что? Это уже начинается критика и наезд. Уже здесь есть знаете, есть такое еще понятие авак лошанара, пыль лошанара. То есть она уже на него как бы по простому бочку катит, а по торе это она на него говорит, начинается такая вот легкая пыль лошанара. Она говорит, ты никогда не выносишь мусор. Во-первых, это неправда. Это неправда, он же иногда выносит мусор, иногда нет. Но то, что она это ему говорит, она с какой целью говорит? С целью его обидеть. И он в этот момент может это почувствовать, и он не скажешь, послушай, почему ты ко мне постоянно придираешься? Опять же, слово постоянно, оно используется для того, чтобы усилить вину того человека, с кем я разговариваю. Значит, постоянно ко мне как сказать, делаешь замечания постоянно. Дальше начинается уже весь следующий разговор, это попытки обидеть другого, попытки обидеть другого. Все это приводит к конфликту, к ссоре, которая, как огонь, сжирает отношения, сжигает отношения, сжигает ноги и семьи. Потому что, если посмотреть, то начинается конфликт вот из-за таких мелочей, а потом люди уже обижают друг друга, и каждая обида словесная, она убирает у человека любовь, убирает доверие, убирает хорошее отношение. Теперь, если бы каждый вот в этом, давайте разберем этот как диалог, да, если бы каждый, он в этот момент подумал о том, чтобы не сказать злоязычие, чтобы не обидеть вторую сторону, то есть, если бы у них была главная идея в беседе, это не обидеть друг друга, тогда как можно было бы провести беседу? Вытянь мусор, пожалуйста. Хорошо, сейчас. Сейчас это когда ты имеешь в виду? Я имею в виду через 10 минут. Тебе напомнить? Да, напомню. Прошло 10 минут. 10 минут прошло, вытянь мусор, дорогой. Ну и все, все, хороший разговор, он пошел, вынес мусор, все довольны, все счастливы. Рассказывает одну историю, как одна молодая семья после свадьбы, после свадьбы они начали ссориться, начали они ссориться после свадьбы и значит причина ссоры была такая, как раз вот в этом кто выносит мусор, то есть девушка, она говорит своему мужу, что послушай, это вообще не женское дело, мусор должен наносить ты. Он говорит, что значит это не женское дело, у нас дома мама выносила и нормально, мама выносила, сестры выносили и абсолютно женское дело, то есть возьмем маленькие пакеты, чтобы были небольшие такие и будешь нормально выносить. Она говорит, нет, у нас в семье было по-другому, у нас в семье выносил папа. Хорошо, пошли они к Равину, пошли они к Равину, чтобы выяснить у Равина, что Тора говорит по поводу, кто будет выносить мусор. Приходят они к Равину, Равин послушал, говорит, вы знаете, вопрос этот очень непростой, очень непростой вопрос, конечно, и сложно сказать, кто должен уступить кому, вы знаете, я, говорит, я должен подумать на этот отчет, я, как у меня будет ответ, я вам сообщу. Они вышли, значит, пошли домой, вечер, звонок в дверь, они открывают дверь, стоит этот Равин, они спрашивают, ой, здравствуйте, чем обязаны, почему вы к нам пришли? Он говорит, вы знаете, так как у меня нет ответа, кто кому должен здесь уступать, я решил сам вынести вам мусор, потому что, ну, чтобы у вас только не было ссоры, главное, чтобы не было ссоры, потому что ссора это самое страшное. И, значит, когда он пришел вынести мусор, ему стало понятно, что это не вопрос для ссоры, это не вопрос для, для выяснения, это вопрос, кто хочет больше сделать добра другому. И когда каждый соревнуется, кто делает больше добра, то тогда будет идеальное отношение в любой семье. Значит, на этом мы сегодня урок этот заканчиваем, сегодня чуть короче, чем обычно. Значит, мы выяснили, что за грех злоязычия по каместне не построен третий храм, и это очень серьезная тема, и мы начинаем с завтрашнего дня чуть более глубоко это изучать, то есть мы разберемся полностью, с Божьей помощью, разберемся, где, что, как говорить, не говорить, и, значит, станем специалистами в красивой, доброй, приятной речи, и когда, когда мы будем красиво разговаривать с собой и с другими, вы увидите, жизнь просто расцветет всеми сказками, всеми, всеми цветами радуги, и будет счастье. Потому что это, опять же, особенно, когда ты это делаешь, выполняя заповедь Всевышнего, то еще Бог дает за это вообще большую награду, и я вам, я считаю, что это очень важная сейчас книга, и мы делаем сейчас большое дело, в заслугу, вот как закончим эту книгу, значит, увидим храм. Все, удачи, успехов, всем хорошего, прекрасного дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok